Нет, это не создательный. Это... Ну, это уже дальше. Это просто для разговора, поддержания разговора по поводу всяких точек ноль и растений силы. Что они... Если ты в сознании, то ты можешь делать всё, что хочешь. Растения силы делать бессильным и наоборот. То, что никогда не имело силы, делать предметом силы. То, что предметы силы, они не в природе находятся. Это люди силы их делают предметами силы. По-моему, они помогают друг другу. Ну, дальше это для тех, которые не имеют силы. Вот для них есть люди силы, есть предметы силы. И они на них молятся. Ну, молятся, это они для них в авторитете. Можно использовать просто. Ну, это как в храм. Войдите, вот сейчас мы в ладони видим. Там все стоят и молятся. Да, да. Это вообще отдельное. Почему? Нет, это для вас отдельное. А для нас, для неё вы отдельные со своими. Эти люди дают силу. Вот прям смотришь, они прям вот туда. Конечно, дают. И исцеление есть все вот эти. Да, есть они верят в это. Конечно. Вы верите в это. В растение. Кто не верит в это растение, ему ничего. Поэтому никакие разговоры, что есть где-то авторитетная конструкция, которая сама себя строит, без людей, которые вокруг неё создали ореол, её мест силы, или целительные иконы, или маги, которые могут что-то делать, или наоборот, физические, химические законы, которые объективно типа существуют. Это всё в зависимости, в какой вы парадигме живёте. То есть кто вам в неокортекс пописал программу? Если вы... Да, а? Вопрос. Да. Вы сказали, если вы в сознании. Да. Но опять-таки, это терминология. Конечно, это тоже из той же оперы. Если есть сознание, то должно быть знание, которое солнце. Сон. Да. Вот так, и очевидно, из этого нжняна, да? Да, да. Она нас как-то окружает. Ну, опять же, как... Ужасно сознание. Подождите, подождите. Это вот мы снова начали в словах засыпать. Но мы с чем-то взаимодействуем, создавая вот своё сознание. Ещё раз, пока вы взаимодействуете с чем-то, что вне вас, вы не в себе. Спасибо. Да. Ну, вот мы перед этим говорили, что, получается, если нечего оттолкнуться во внешний мир, то что ты это делаешь? Где это точка, чтобы перевернуть, как вы видите, землю? Вот, если вам нечего оттолкнуться, приходят вот такие персонажи типа меня и начинают вам рассказывать, от чего отталкиваться и как вам дальше жить. И вы тогда либо вот сейчас в церкви, либо ходите по местам силы, либо читайте какие-то авторитетные источники. О, авторитетные. Да. Вот это интересно, какие. Вот вы сами же выбираете. Хотите, считайте священные писания, хотите, считайте магические писания, если они доступны для вас. Хотите, слушайте каких-нибудь вот персонажей там из Ютуба. Сейчас. А вот там тоже же внутри идёт, и получается, все на команды делятся тоже по этому зону изнутри, кто что выбирает. Ну, получается, выбором изнутри человек идёт, и получается, всё человечество на команды разделено. Если разделено, то не изнутри. В том-то и дело, что когда разделено, ну, два-то, знаете? Да. Два-то — это когда разделено на две части. Добро и зло. Это первое деление, потому что дальше уже пошли дифференциации. Если вы в этом состоянии, вы уснули. Значит, Адвайта — это соединение. Это не разделение. Это значит для вас, ещё раз говорю, никаких мест силы нету отдельных от вас. Никаких священных писаний нету отдельных от вас. И священным писанием, и местам силы вы даёте жизнь своим вниманием. Никто, кроме вас, это сделать не может. Тогда вы приближаетесь вот к джняне, знаниям. Так, джняна, она... Если она, то это не джняна. Или она внутри. Сознание с какой-то... Вот смотрите, вы просто начали, я вам сказал, добро и зло, а у вас есть тема снаружи и внутри. Это тоже два этажа. Ну, если вот точка и сознание. Да. Сознание. Да. Да. Сознание — это соединение с знанием. А не раз... Соединение. Да. Сознание. То есть вы в шаре сознания находитесь. Но шар сознания — это и есть вы. Понимаю. Знаете, вот такая глупая вещь, что вот я сейчас сижу, и я нахожусь на Земле, а Земля во Вселенной. Но Вселенная у меня в уме. Но всё расходится, да, от меня. И это не парадокс. Это так и есть. Никакой Вселенной вне меня, ни внешней, ни внутренней, никаких знаний отдельных от меня нет. Но это нельзя принимать просто как теоретическую концепту, потому что всё время будут выскакивать вот эти авторитеты, которые уже у вас прописали, такие бороздочки вам в мозгу проделали. О, что-то он несёт не то. Я-то привык по-другому думать. Проблемы никакой. Вы можете думать по-другому. И самое интересное, вы правильно думаете по-другому. Вообще вариантов правильно, неправильно их нет. Все варианты правильные, просто как оттенки белого цвета. Знаете, цвета... Белого нет, считается. Ну, неважно, там, всё одно, а дальше дифференцируется. Красный, синий, там, ну, в зависимости от скорости и амплитуды. Ну, это уже физики там навыдумывали. И на самом деле вот от... То есть вот я так начинаю. Вот это зелёное, вот это красное. Это я. Зелёный, красный и всё такое прочее. И даже слова зелёный и красный – это я. Ну, вы скажете, это ж не ты выдумал, язык до тебя выдуман. Кем выдуман? И опять же, это я в уме начинаю. Вы, там, Кирилл и Мефодия, и до Кирилла и Мефодия, и там вот до папуасов, которые, там, первые нечленораздельные фразы там кричат. Но это я придумываю их. Ну, не я, а те, кто придумал все эти истории про эволюции, про инопланетян, про магические дела. Это всё истории. То есть действительно мы живём в тексте. И этот текст я проговариваю. То есть то, что я проговариваю в уме, как некую историю. Даже когда я читаю книгу, там ничего не написано. Я её читаю. Вы будете читать эту книгу, это будет другая книга. Вы читаете словами или образом? И так можно и так читать. И можно даже вот без слов читать. И вот без слов самое интересное. То есть не разводить ни на образы, ни на слова. Вот я вот сейчас вот как бы подвожу, потому что если я буду подводить это словами и образами, всё, мы уже попали в дифференциацию. Значит, так делать нельзя. То есть здесь единственный подход, что мы можем просто говорить, чего лучше не делать. То есть как не засыпать. То есть как не ограничиваться. То есть не раздифференцировать на добро и зло, на внешнее и внутреннее, на форму и содержание. То есть все дуальности начать соединять вместе. Причём соединять не в виде геометрии. То есть соединять это предполагается какая-то геометрическая работа. Типа вот как внешнее и внутреннее. Потому что геометрия, это тоже у меня образ выведенный. Это я как бы кино. Помните, есть такая история, что мы спим и кино смотрим. Это соединение, разъединение, все эти образы, это всё видение истории, сновидений. Вот вы же когда спите, у вас тоже там люди какие-то. И причём вы когда спите, иногда большинство людей, они даже не знают, что эти люди не отдельны от них. То есть это сейчас я знаю, что они от меня не отделены. Это моё сновидение. А когда там происходит, я их так же боюсь, так же происходит, даже ещё хуже там может быть. Понятно, да? То есть я выбрасываю, то есть я им своими чувствами оживляю их всех. Так это я делаю сейчас. Сейчас вот то же самое я делаю. И я то же самое делаю, когда читаю книги. Я оживляю эти миры. Никакого Дарвина, кроме того Дарвина, которого я знаю, нет. У вас Дарвин, свой Дарвин. И теперь самый прикол. Какой у вас Дарвин, я никогда не узнаю. Но вот то, откуда я смотрю на Дарвина, и вы смотрите Дарвина, мы там одинаковые. Мы там одно. А почему разделение? Потому что вы своего Дарвина придумали. А откуда мы смотрим на Дарвина? Вот. Если мы смотрим откуда-то, мы очередного Дарвина создаём. Видите, так сделать нельзя. Это уже ошибка. Это уже вы находитесь в системе другое я. Что я? Ну, субъектно-объектное разделение. Здесь субъектно-объектного разделения нету. Я же говорю, я и Дарвин, я и зелёная футболка, это одно и то же. Это моё внутреннее чувство. Просто я дорисовываю так, что вот вроде бы человек, вроде бы вот такие цветовые гаммы, вроде бы это Харьков, и всё такое проще. И вроде бы я сюда приехал. Но я говорю, если бы это происходило во сне, а это происходит во сне, поэтому слово «если бы» тут никак не катит. это галлюцинация. Точно такая же галлюцинация, как и во сне. И даже, когда я принимаю... Вот чем интересны растения силы, что я себе придумал, что есть... Или места силы. Что есть такие штуки, которые меня из этой галлюцинации выбрасывают. Потому что мне же как-то надо выброситься. Должен быть какой-то янтрам. И вот для этого придумываются вот эти знаковые конструкции. Места силы, растения силы, люди силы, или ещё что-то. Потому что я тогда прекращаю бредить, ну, галлюцинировать, и говорю, что есть нечто, ну, сила вот эта, которая запредельна вне моего сна. Или вне понимания. Ну, это и есть. То есть понимание, оно во сне. Вне понимания моего сна. И тут вот самый момент. Это сила я. Никакой другой силы нет. Все остальные снилы, это во сне. Но это сила я. Не в смысле вот я как субъект какой-то человечишка. Вот тут здесь. Ни эго. А? Ни эго. Ни эго, да. Это я за пределами любой дискурсивной коннотации. Поэтому его и оставили как я. Просто вот как бы последнее. И вот в Адвайте вся основная задача, ну, вот если какой-нибудь Махарши вы слушали там или еще кого-нибудь, или вот Сасангети, это вот не выскочить, не выйти из себя. Ну, из себя, в смысле, не из эго, а вот не начать запускать программный софт. Он сам автоматический. Почему я говорю, что мы не можем остановить мысль, потому что сила и скорость нашего желания медленнее, чем сила и скорость вот этих мыслительных тенденций. Мыслительные тенденции, у них быстрее скорости света происходит все. Они мгновенно. Ни один йог не может отследить начало своей мысли. Даже самый концентрированный в альфа-режиме сидящий мысли заходят автоматически. Это, я говорю, это такой автоматизм, который я же сам же для себя же создал, чтобы мне было интересно. Потому что если бы я точно знал, что это сновидение, и начал бы им управлять, мне бы стало скучно. Ну, представляете, мир, вот я сейчас сижу, там, бах, ну, там, ну, что я захочу, ну, у нас же дурные мысли начинаются. Там, денег мешок, хоп, и у меня мешок денег. Это же скукотища. Правильно? И у всех так. И вот именно. Сразу автоматически этот мешок денег. Поэтому я, чтобы себя вот в эту дурость, ну, чтоб не скучно, я создал такой механизм, который бы я не мог отследить. Потому что если я его буду отслеживать, все, мешки с деньгами начнут появляться. И все глупые люди, они-то как раз и думают, как бы вот через задний проход, не работая, вот эти мешки материализовывать. И вот они магией там занимаются, места силы, там еще что-то, накачивают эту силу, хренячивают, и думают, что они типа, нет, я не могу обмануть я. Я гораздо умнее, чем вот этот думатель, который хочет обойти. Я уже все блоки поставил так, чтоб через них пройти нельзя было. Я мысль поймать не могу. Я ее так запрограммировал, что она входит быстрее, чем мое мышление, эго-мышление может обнаружить. Иначе, я говорю, мир бы сразу превратился в скучнейшее, дурацкое занятие. То есть я бы тогда сразу знал, где соломку подстелить, где враги, где что. Ну, и такой сидел бы. Но это же, это кажется, что это замечательно, это скукотище. Ведь весь смысл нашего вот этого дурацкого пребывания в сновидении, что мы как бы, зная, что есть волшебный мир, периодически встречаемся с чудесами. Ну, с чудесами в виде познания, в виде каких-то неожиданных моментов, в виде, когда много долго работал, вдруг начал зарабатывать, там, ну, всякие. Это же так чудесно. Эта жизнь начинает, ну, как бы быть, ну, не такой дурацкой. Хотя мы, видите, как умудряемся эту жизнь превратить в дурацкую. Вот многие люди совершенно удивительным способом превратили вот этот волшебный мир в жуткое какое-то трагическое событие. Знаете, жизнь страдания буддисты-негодяи придумали. Но они хитрые, они же придумали не страдания, они просто объяснили, почему люди в страдании находятся. Потому что у них желание есть. Все. У нас есть желание. Желание от мыслей. Да. А мысли быстрые. Мы не понимаем природу своих желаний. И в то же время, вот сейчас мы можем вот сесть и действительно вот задаться таким сакраментальным вопросом. не цепляться за мысли. Смотри, вот всегда вот с делателем есть такое волшебство, потому что мы по дискурсивному мышлению сразу выскакиваем в автоматизме. Не цепляться. Это действие. Ключ всегда лежит в глаголе. Не в существительном, а в глаголе. Действие значит должен быть деятель. Как ты не цепляешься. Не убегай в слова. У нас есть слово одно. Как ты его делаешь. То, что ты начал описывать внимание, ты видишь, ты сразу, ты даже глазами начал водить, ты из памяти начал доставать какую-то заготовленную объясняловку. Как ты само действие делаешь? Не цепляние. Само. Само. Но это единственное, что мы можем выдавить, потому что мы даже не видим, из какого места оно вылазит, на какие рычажки я давлю. Вы же не сидите такой сейчас в мозг, и пошла сигнал, пошел в нервную систему, нервная система делает не цеп... А что такое не цепляние? Но есть поток мыслей, и я могу в одну мысль пойти в образы... Стоп! Сразу лови слово. Пойти. Ну-ка, пойди в мысли. Ты говоришь, я могу пойти в мысли. Пойди. С вниманием через... Нет, пойди. Не рассказывай, как ты это будешь делать, а пойди. Еще ты слово сказал могу. Машина, я могу уже... Стоп! Могу! Моги! Как ты можешь? Я вижу, например... Нет, подожди. Видите, смотрите, что вы делаете. Вы живой момент начинаете превращать в описание. Причем это описание находится либо в будущем, я могу там что-то буду делать, либо в прошлом. Видите, прямо сейчас. Вить! Не знаешь, на что давить, правильно? Как запустить момент видения. А как же ты про это говоришь, если ты не знаешь, как ты видишь? Не знаешь, как ты можешь. Ты ни одного действия не можешь спродуцировать. И даже не мочь ты не можешь. Ты не знаешь, как не мочь. Правда? Или знаешь? Я скажу. Но ты прячешься. Ты такой хитрый. Извиняюсь, что на ты, да? Ты просто прячешься. Ты начинаешь подыгрывать. Ну, как бы несерьезный разговор. Меня ловить. Ну, а что меня ловить-то? Я-то знаю, что я ничего не знаю. Что меня ловить? Все и так очевидно. Кто-нибудь заметил вот этот момент? Что вы ничего не можете. Вы не можете ни мочь, ни слышать, ни видеть, ни думать. Вы можете рассказывать об этом. Но даже самого рассказывания вы не можете. Вы не знаете. Вот я сейчас не понимаю, как я слова строю. У меня нет вот такого. Сейчас и это слово, сейчас и это. Видите? Я не знаю, откуда следующее слово. А что, это поток? Это тоже слово. Ну, значит, подключение, правильно? Это тоже слово. Подожди, подожди. Это вещь ты начал прятать. Ты из памяти начинаешь доставать какие-то такие вот уже наработанные. И начинаешь. Это поток. Вот теперь, как ты интересуешься. Вот на это посмотри. Толку, что я тебе сейчас что-то расскажу. У тебя самый момент, как ты интересуешься. Ты. Как ты это делаешь? Интерес свой запускаешь. Из какого места? Ну, смотри, видишь? Вот. Я про то же самое. Видишь? Нету слов, правильно? Нету. А зачем? Вот это лишнее. Зачем? Это ты, типа, опять же, играешься. Ты играешься. Зачем было бы все хорошо, если бы ты это не сделал с таким театральным жестом? То есть ты играешься. Ты не делаешь действия настоящие. Ну, так правильно. Но жизнь же игра. Нет, нет. Как нет? Жизнь – это жизнь. Это игра. Это интерес. Ой-ой-ой. Это дураки придумали, чтобы превратить вас в этих самых вдойных коров. Ну, иногда интереснее быть дураком. Видишь, ты от... То есть живого разговора у нас не получаешься. Ты прячешься. Живого. Вот сейчас зачем ты прячешься? Ты не действуешь из жизни. Я из жизни задаю вопрос? Нет. Ты не из жизни задаешь вопрос. Ты из своего образа задаешь вопрос. У тебя есть образ. И ты из него сейчас вот им себя живого прячешь. И из него вот пытаешься что-то такое выдавить. Ну, не выдавить, а изобразить. Вот и опять. Вот что это такое? В образе. Мимика сразу показывает, когда человек в образе, а когда не в образе. Людей там много. Видите, мы еще придумали людей, перед которыми мы эти образы разыгрываем. Я мужчина, я там умный, я там глупый, я там хитрый, я там... Перед кем? Вы перед зеркалом сидите и с очень серьезным видом, и я же вами. Прикидываете, какой прикол? Нет никого перед кем, кроме своего собственного изображения. Тогда зачем его вот это прикидывание? Интересно. Слово «ну» лишнее. Вы видите, этот образ еще через «ну». Он у вас плохо идет, а вы его из себя... Подталкиваете. Да, подталкиваете. Так вы сами с собой разговариваете. Зачем вы нукаете-то? Я думал с вами. Кто думал? Я что ж говорил, как вы думаете? И кто я? Я что-то не знаю. Если возникает вот сейчас мысль, вы можете только одно делать. Хе-е-е, откуда она вылазит? Так, чувак. И вот там у вас отвлекся, все сидят хорошо, тупят, а у вас так? Хороший момент, такой был, прям все замолчало, даже мысли никакие. Но это тупление, это не живой момент, это мы притупили. Действительно потом уже притупили. Да, эго боится сейчас что-то сказать, потому что вдруг что-то не то скажу. В какой-то момент, мне кажется, сердечко так затекло. А это хорошо, вот когда чувствуешь, как тело, но все равно, а кто чувствует эту тишину? Станиславский, я больше всего, прошу вас. Какое сопротивление? Сопротивление идет. Что? Попытка ответить на ваш вопрос. Да, попытки. Откуда идет мысль? Да. Потому что, я говорю, это не вы делаете, эти попытки автоматически. Вы можете... Открутка назад. Да. Чтобы было сказано, кто... Цикочка. И откручивается. Откручивается. И видите, раз она бесконечна, можно ее отпустить. Видите, раз вы не... Не хватает уже где-то там, затерто. Ну да. То есть пока... Подожди, подожди, сейчас не разговаривай. Смотри, вот пока ты откручиваешь, и это как действие, это хорошо. Когда ты видишь, что откручивание, оно бесконечное, ты понимаешь, что ты больше можешь не откручивать. Смысл был с откручиванием, что можно было что-то открутить и где-то найти вот эту основу. Помните, я говорил, мысли не на что опереться. А мы все время придаем ей значение и думаем, что это важно. Открутить, что-то сказать, войти в какое-то состояние. Как-то для себя... Это все бессмысленно. Но это не в смысле вот такая простая фраза, типа, да мне пофиг. Нет, это не пофиг. Это очень серьезное, и оно не серьезное, такое вот самоисследование, что ты смотришь, как у тебя мысли откручиваются. И смотришь очень серьезно, и видишь, что это не серьезно. И что остается, когда ты понимаешь, что вот это вот кручение, это просто такой ветерок. Дальше что-то серьезное остается. Тогда ты куда-то опять начал смотреть. Куда ты сейчас смотришь? Да я смотрю, что ничего серьезного не вижу. Вот, это серьезно, что ты ничего серьезного не видишь. Не серьезно, так и есть. Это и продолжается игра слов. Раз ты... Нет, ну если искать, то... Да, так... Цепь событий предыдущих, которые вот сейчас породили мысль и состояние, в котором мы сейчас разговариваем. Но они же как-то вот... Как? Были. Как? Были до того. До чего? Подожди, ты не выскажешь. У нас есть такая привычка, не договорив одно, переходить к другому. Да и следуй до конца. Были до чего? До... До момента сиюминутной, сиюсекундной. Точно. Единственный момент, который был, это сиюминутный. А все остальное... Это же как кинокадры. Кинокадры. Вот до какого они доходят? Кинокадры. Вот, вот и отведи. Но они доходят... Вот, 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 доведи их до конца. Как этот говорит? Нет, не говори. Ты сделай... Технология была. Ну, хорошо, заболтай. Ну, вспоминай дом, который построил Север. Угу, хороший. Я стою, стою, стою. Вот я вообще говорю, матери, бах, открутка назад идет. Опять стою на площади. Ну, да. Это и есть такая технология совершенно. С дражником. Да, так и есть. И так много раз. Да. Вот, но в моей ситуации это до какого-то момента, где заканчивается моя память, допустим, да? А где она заканчивается, если ты все время стоишь стражником? Нет, я не стою стражником. Я имею в виду, что у него это... Так в том-то и дело, что... Перескакивание происходит, а у меня это теряется где-то там... Ну, это вместо стражника ты... На границе там памяти. Ну, детские какие-то там первые. Дальше заходи. Дальше. Граница памяти это стражник. Дальше не могу. Чего это ты не можешь? Это же твоя память. Тебя кто-то не пускает? А? Она задача не началась. Да. Не, она... Как-то не началась. Ну, как... Как не началась? Здесь какое-то определенное первое воспоминание. Вот и дойди до него, чтобы утверждать, что оно первое. Еще раз говорю, ты доходишь до первого, а там снова стражник, и все сначала. Вы не можете ни до какого первого дойти. А вы пробовали? Сейчас пробуем. Вы пробовали, делали перепространение. Сейчас мы пробуем. То, что было в прошлом, это смысла никакого не имеет. А вы постоянно делаете перепространение? А это только и можно делать. Это единственный способ, когда вы живой, не спите. Если вы это делаете вот прямо сейчас. Делать вот этот вот вариант регресса памяти, это просто, чтобы поиграться в эту игру. Чтобы увидеть, что смысла никакого там нет. И прошлой жизни, и был я там фараоном, тутанхамоном, рептилиями. У меня тут речь о том, почему эта мысль возникла сейчас. Да, вот именно. Это ключевой. Слежь предыдущих. Нет, предыдущие бессмысленны. Вы можете по ним часами, я говорю, можете несколько лет потратить. Игрессом памяти занимаюсь. Откручивать, 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 откручивать. Еще раз говорю. Там в открутке вся вселенная со всеми людьми, со всеми их знаниями и со всеми состояниями. Можно откручивать там до богов и по их мирам пошариться, до неимоверных состояний, чего угодно. И это бесконечный сон. Вы-то тут где? Это сон. С откруткой. Вы-тот, кто откручивает. Все. Можно этот сон не смотреть. Вы-тот, кто смотрит сон. Тот, кто делает открутку. Этот сон можно не смотреть. Это галлюцинация. Она бывает очень эффектная. А грибов нажрешься так вообще. Ну, селиминутная мысль, это же как бы плод вот этого сна. Слово как бы неправильное. Это так и есть. Просто вы до сих пор не верите. Да, рационально. На заданный вопрос. Да, ну, конечно же. Может, берется из предыдущего сна, скажем так. Но смысла в этом нет. Уже можно... Есть смысл или нет? Нету. Исследуйте. Просто вы не поисследовали. Поисследуйте и увидите, что смысла нет. Пока вы придаете чему-то смысл, вы спите. И вы пришли, подозревая, что какой-то смысл есть, правда, не там, где он на самом деле находится, что можно куда-то пробудиться. Хотя пробуждаться некуда. Вы прямо сейчас из этого пробужденного состояния всю эту галлюматию городите. Уже прямо сейчас. А из другого места и нет. Я же говорю, вы можете нагородить миры, богов, измененные состояния, вспомнить свои опыты, вспомнить другие опыты, вспомнить чтение священных писаний, посещение святых мест. У кого чего? Вы это можете городить без коней. Вы так и делаете. Все, можно не городить. И не придавать этому значения. Но это не значит, что вы теперь сидите, у вас слюна капает, и вы в дурдоме. Вы продолжаете сидеть. Жизнь продолжается. И самое интересное, что вы теперь, потому что вот пока вы смотрели сновидение, вы туда угрохали всю вот эту энергию, которую потом надо собирать при помощи специальных сборщиков. Вы ее туда и гробите. Если вы ее перестаете туда гробить, вы становитесь алхимиком. Вы говорите слово, вещи появляются. Вот видите, появилась вещь. А ведь не было. Было намерение. Нужен удлинитель. Нигде искали не было. И вот когда я сказал, вещи появляются, появился человек, и вещи появляются. Мы можем дальше какую угодно. Что эту принес? Это все не имеет смысла. Это история. Важно было то, что это вот... Так чудеса и делаются. Только глупый человек вместо чудес начинает включать блатуна, который их портит и превращает в банальности. Маг это тот, кто этим не занимается. Поэтому у него нету ни истории, и его действия выглядят как магические. Потому что у него просто нету истории для них. Для глупого человека это выглядит как чудо. Но это не чудо. Это просто так мир устроен. Чудо — это как вы вот это сновидение сотворяете. Я еще раз говорю. Как вы его сотворяете. Как вы его видите. Как вы его слышите. Как вы о нем думаете. Как вы из пустоты пустотой пустоту превращаете... Вот, пожалуйста, сидит человек, что-то там думает свое. А рядом женщина сидит. Это вообще ужас. Женщины же — это что такое, правда? Вот чем женщина от мужчины отличается? Некоторые думают, что физиологически ничего подобного. Это вообще другой космос. Там все вверх ногами. Антиподы. Знаете, ини-янь. С точки зрения наших историй, анатомии, социальных, вроде бы одно и то же. Но как только начинаешь с ней рядом жить, все капец. И так же женщина с мужчиной. Да, совершенно верно. Вообще не то. Но мы сейчас не про это. Еще раз говорю. Вы видите, что вот на этих сатсангах можно поделать, никакой тут, конечно, заглубления не будет, ничего такого. Но вы можете поймать вот эту технологию. Что, а почему я не исследую? У меня же ум есть. Почему я доверился каким-то авторитетам и решил, что их мнение правильное? Почему мне бы самому не поисследовать, как у меня мысли рождаются? Кто я такой? Где я? Вот у меня прошлый сатсанг был. Мы выясняли, где я. А как это сделать? Я же говорю, опоры нету. Не на что опереться. Что нет практик? Практики какие угодно. Вот сейчас практика очень простая. Я сижу здесь в теле. Да? Я представил, что я сейчас на улице. Могу я представить, что я сейчас на улице? Где я? На улице или здесь в теле? Так это что это? Вот. Я могу представить, что я на Луне сейчас стою. Где я? И дальше понеслось. Я могу представить, что я демюр бытия охватываю всю Вселенную. Вся Вселенная теперь во мне. А где-то в этой Вселенной Солнце, Земля, Харьков, зал и какой-то еще один я сидит. Где я? Как вас? Где? Как вас? Это больница у вас? Да. Да, совершенно верно. Обычно таких демюр бытия туда отправляют, чтобы не ворочили людям голову. Но, к сожалению, на самом деле таких туда очень редко сейчас отправляют, потому что стало сложно ловить их. Да, вы видите, я же в университете работаю доцентом, и ко мне на хромой кобыле не подъедешь. Это только я вам объясняю, кто я. А там я доцент, я знаю теории, там со мной попробуют, там я всех завалю по социологии, по философии и даже уже по пиару. Я все эти концепции знаю, как это строится. Да вы сейчас совсем веро скажете? Да, вот о том, который там в институте. Но это не я. Это одна из моих проекций. И я как. Видите, и даже я могу проекцию разместить и в дурдом себя отправить. Но, видите, теперь я не в дурдоме. Меня в дурдом посадить нельзя. Ну, то есть тело можно туда посадить. Ну, видите, это была карательная система, это когда была инквизиция или когда Советский Союз. Тогда можно было тело без всякого взять и заключать. Сейчас, видите, лайтовый вариант. Почему Россия сейчас к этому идет? Здрасте, Украина к этому идет. Давайте опять политинформацию включим. Уже была политинформация. То есть невозможно теперь. Я так уже, надоела мне инквизиция, надоела эти пыточные камеры. Все, я теперь свободный человек и пребываю во всех проекциях. Видите, мало того, еще и вас собираю, и вам интересно. А что вам интересно? В дурдом попасть? Вот интересный момент. Как раз интересный. Какие знакомые собираются в одном месте по какому-то интересному. И не стандартам выслать. Да. Ну, потому что где-то... Там вам интересно, как все материализуется. Нет, нет, нет. Я смотрела, смотрела, а тут раз вы в Харькове... Это вообще не вероятно. Вообще не было. Непонятно. На дуэ, пока ты... Видите, какие вы волшебные. То есть вы вначале себе... Да, вы материализовали какое-то изображение, потом, видите, физическую форму материализовали. Это физическая форма, видите, продолжает всё то же самое, что и там… Это насхищает и радует. Я тоже не пойму, то ли я опять вернусь. Ну, это, видите, вы отвлеклись, вы съехали. Ну, то есть это весело всё, но к содержательной части никакого отношения не имеет. Содержательной, так говорю, начать изнашивать свою мишка. Как он нагородил вот эту вот непробиваемую стену, что есть какие-то внешние люди, что они живут в какой-то концепции устройства Вселенной, или там каких-то религиозных, или теоретических, или там морально-этических концептов. То есть морально-этические концепты все хороши, пока вы не в «я». Потому что когда я в «я», я есть им путь и истина. Когда в «я»? Когда я в «я». Каждый слышит своё. А сколько этот тумб будет изнашиваться? Вот вроде бы его изнашивают. Ну, индусы говорят, что там надо 10 тысяч жизней изнашивать. Они как-то не изнашиваются. Ну, если у вас первая, то впереди тяжёлый случай. Если уже 999, то уже… Миларепа, он раз, и говорить в первой жизни он уже изнашивался. Миларепа? Да вы что? Ну, там же есть такая теория, что… Ну, теории какие угодно могут быть. Раз, и… Да не в первой жизни. Да и вообще никакой первой жизни. Жизнь одна всегда. Она единая. А в ней вы уже галлюцинируете, что тысячи жизней. И вот вы по ним носитесь, носитесь. Ну, вот у всех же бывают моменты, когда ты раз, и вот это… И оно само приходит. Нет, вы… Вот тоже у вас есть такая способность вывалиться и начать какими-то обобщёнными концепциями говорить. Не надо обобщёнными концепциями. Вы сейчас, вот прямо уже, что вам сейчас мешает? Я не знаю. Видите, вы как сказали? Я не знаю. Значит, вы знаете, что вам мешает. Раз вы знаете о незнании, значит, вы знаете. Что-то мешает. Я постоянно мешаю. Что? Ум воферка. Ну, вот и смотрите, как вам ум мешает. И смотрите, в каком месте. Он подтягивает. Нет, нет, нет. Вы смо… То, что там он постоянно, это вы про прошлое рассказываете. Сейчас как он вам мешает. Ум мешает только в настоящем. И на самом деле он не мешает. Ему хочется что-то сказать. Вот кому хочется. Кому хочется. Оказывается, не ум, а есть кто-то, кому хочется. Помните, жизнь страдания, потому что желание. Есть тот, кто хочет. Его вы должны методично поискать. Вот так же. Это и есть износить ум. Ищите, кто думает. Ищите, кому хочется. Не пять минут на сатсанге, а вот так вот методично полгода. Ну, хотя бы по часику. А как искать? Вот прямо так. Ну, как? Вот так. Можно объяснить простыми словами, чтобы было понятно? Как искать? Что нужно делать для того, чтобы… Ну, а на шоу, зачем вы все равно на него нет? Нет, вы найдите. Подождите. Найдите. Найдите. Нет, вы хотите за минуту это сделать. Я же говорю. Почему за минуту? Можно за десять дней. Это будущее. Еще раз говорю. Момент всегда здесь. Сейчас. Найдите, где я. Только реально ищите. Не останавливайтесь в таком состоянии атораксии, а ищите, где я. Прямо начинайте вот этим умом и искать. Он подошел. Где? Не имеет значения. Тоже вариант. Тогда у вас все хорошо. Если бы вы не игрались. Так а по серьезу что? Ну, играю. Вот только по серьезу. Но серьез тоже глупость. Все гадости делаются с серьезным выражением лица, да? На тесте. Потому что все очень рисовно. Ну, да, да, да. Нет, оно отважности и происходит. Ну, да. Поэтому… Циники улыбаются. Поэтому сейчас не важно там кто, как. Образы не важны. Поэтому мы откидываем и серьезность, и несерьезность. И циников, и не циников. И вот прямо так. Где я? И начинайте поиск. Не останавливайтесь, потому что вы все равно не останавливаетесь, вы просто притупливаете. И тогда автоматически мысли будут заскакивать. А начинайте искать. Вот как мы уже говорили. Вы, может быть, вот здесь в теле сидите и ищите, в каком месте тела вы, может быть, сидите. Ну, понимаете, там, в большом пальце ноги, ну, вроде бы, меня нету. Хотя я его могу чувствовать, но это я могу. Я так и говорю, я могу его чувствовать. Значит, это объект чувствования. Тоже объект чувствования. Если у меня хорошая вот эта внутренняя такая демэстетическая развита, там, аутотренингом, я могу кости чувствовать, температуру. То есть это все объекты моего. То есть это объекты. Видите? И вот я так могу каждые органы поисследовать. Дойти до мозга и там поискать. А кто ищет? Оба-на! А кто это сейчас лазил по телу и искал в теле я? Так, тело убираем. Значит, я не в теле. Помните мы только что.